Михаил Кригер уникальный человек, очень часто всегда путают и говорят, что он мой отец, на самом деле это мой дядя, отец у меня другой человек. Михаил Кригер всегда был бесстрашным, абсолютно честным и неподкупным человеком. Еще с 91 года он начал принимать участие в политике, в политических движениях, всегда боролся за справедливость, всегда боролся за правду и всегда боролся за честь страны и за честь людей. То есть это как раз тот был человек, у которого в 90-е уже по сути было все, строительный бизнес, семья, деньги, уверенность в завтрашнем дне, казалось бы, живи, не переживай, все хорошо, зачем лезть в эту политику, зачем вот это все. Но когда в 99 году в власти приходит Владимир Путин, то Михаил Кригер произнес следующее, нам конец. Он уже тогда все понял, в 99 году все про Владимира Путина, откуда этот человек, из какой системы он является выходцем, и все уже тогда, 23 года назад сказал, что будет сейчас, в 2023 году. Михаил был и является тем человеком, который в нулевые годы, по сути, похоронил собственный бизнес и отдал все, чтобы бороться за права людей и, конечно же, за права в том числе людей, которые находились уже в нулевые и потом в последующие годы в местах не столь отдаленных. Он потерял работу, потерял уверенность в завтрашнем дне, потерял очень многих знакомых, потому что многие говорили, Миша, ну зачем ты туда идешь, зачем ты стоишь, зачем ты выходишь на митинги, зачем ты все это делаешь? Он постоянно выходил, постоянно участвовал в согласованных, несогласованных акциях, постоянно принимал участие в различных сборах, в том числе много раз принимал участие в подобного рода аукционах, очень много раз помогал, в том числе деньгами политзаключенным. И никогда не думал я честно, что и такая беда, и участь коснется его, потому что, знаете, вот когда говорят про людей, что масштаб виден после определенного времени. Вот я с Михаилом, последний раз с моим дядей общался вот так вот очно, когда видел его вживую, когда он еще был на свободе, это, по-моему, было в середине октября, за две недели до его ареста. Вот, я прихожу домой, Миша у нас гостит, вот, я сажусь, собственно, рядом, ну, мы там разговариваем о семейных темах, туда-сюда, туда-сюда, ну, и, конечно, естественно, как Миша, это не Миша, если разговор не скатится в политике. И Миша вот начал переживать, ну, как же так, ну, почему страна погрязывает, ну, я же столько лет в борьбе, я же столько отдал, я же столько времени боролся, я же делал то-се, ну, почему люди вот в это верят, почему люди верят в пропаганде. И вот, знаете, вот я сидел рядом и реально понимал, ну, что человек абсолютно искренне от сердца переживает, вы знаете, есть, когда люди играют на игры, на эмоции, это вот актерское мастерство. Ну, Миша, это действительно вот человек был и является тем, что действительно невероятно переживает даже не только за себя, сколько за судьбу страны. И вот последнее впечатление моё, когда я его видел на свободе в середине октября, что вот у него сердце болело, понимаете, и ему многие говорили, в том числе родные, близкие, в том числе я, Миша, ну, может быть, как-то поаккуратнее, ну, не дыши-то там, не выходи, побереги себя, всё-таки уже тебе, там, за 60 пожилой возраст, зачем тебе всё это? А он говорил, нет, нет, почему? Вот если я хочу это говорить, я буду это говорить, если я хочу что-то там делать, выступать против, то я буду это делать. То есть это как раз человек является ярчайшим примером касты уровня Бориса Немцова, Алексея Навального, Алексея Гориного, Ильи Яшина. То есть это тот человек, которому омерзительно молчать, омерзительно не говорить, омерзительно заткнуть рот. Это тот человек, которому, может быть, это и цинично прозвучит, но я абсолютно уверен так, сейчас он себя гораздо комфортнее ощущает за стенках, нежели бы он был сейчас на свободе и просто молчал бы и ничего не говорил. Это тот человек, как Навальный, Яшин, да, повторюсь, они себя гораздо комфортнее ощущают там, потому что они свободны внутри, за стенках. Потому что это люди, которые не замолчали, не замолчат, их никто никогда не заставил замолчать. И последнее, что я скажу, вот казалось бы, все переживают, да, конечно, это очень плохо, что они находятся за стенках. Кто-то в следственном изоляторе, кто-то, как Алексей Навальный, в колонии. Но вот мы сегодня с моим оператором и знакомым, вот Аликом, он меня снимает, благодарен ему, делали опрос на политическую тему. Ходили, казалось бы, в центре Москвы, Садовое кольцо, задавали людям вопросы, такие вот обычные вопросы, никакие не провокационные, то есть за эти вопросы тебе никто ничего не сделает, рядом не было сотрудников ФСБ, МВД, Центра Э, казалось бы, ну можно хоть что-то сказать. И когда мы задавали вопрос, люди, чтобы вы понимали, ну вот просто стебенели, то есть они парализованы напрочь страхом, с ног до головы, они боятся сказать хоть что-то. Как говорится, Шаклева, Шакфрава, расстрел, то есть это действительно уровень невероятного страха. И, к сожалению, он поразил даже вот настолько высокоинтеллектуальный, казалось бы, город, как Москва, где, казалось бы, жизнь идиот своим чередом, нет проблем, но люди напрочь поражены страхом и боятся. И за что я уважаю своего дядю, и, конечно, хотел бы, чтобы, дорогие друзья, вы ему написали сегодня письма, есть такая возможность, он находится в следственном изоляторе Бутырка, и в том числе поддержали деньгами, если у вас есть такая возможность. Миша, он гораздо свободнее тех людей, которые сегодня находятся на свободе. Эти люди сами не осознают, что они находятся во внутренней тюрьме. А Михаил, находясь сейчас в камере, находясь в спецблоке, он свободен. Это самое главное, что я хочу, чтобы вы понимали. Спасибо.